Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о том, почему у котов и кошек на лбу часто нарисована буква М. Ведь неспроста же с древности на Руси самые популярные имена у котиков – это мурки и мурзики. Есть по этому поводу три основные версии. Давайте начнём с них. Итак, друзья, первая легенда – это христианская легенда. Итак, буква М на лбу у кошек – это первая буква в имени Матери Христа Мария. Есть такая легенда, по которой кошки обогревали своим теплом колыбель с маленьким Иисусом, и этим спасли ему в своё время жизни. Когда Дева Мария родила в холодном хлеву Иисуса, кошка легла с ним рядом, согрела его и усыпила своим мурлыканием. В благодарность Мария пометила на лбу благородной кошки первую букву своего имени М. Именно по этой причине, кстати, кошки – единственное животное, которое могут находиться в церкви. Ещё по одной легенде Дева Мария благословила кошку, которая убила ядовитую змею, посланную дьяволом, чтобы укусить маленького Христа, спящего в своей кроватке. Вторая легенда, почему у кошек на лбу нарисована буква М. Эта легенда относится к исламу. Считается, что буква М у кошек означает первую букву имени пророка Мухаммада. Согласно исламским легендам, кошка была любимым животным пророка Мухаммада, поэтому кошкам позволено входить в мечеть. Когда однажды пророк присел отдохнуть на скамью, его кошка, звали её Миеца, расположилась на краю его одежды. Торопясь на молитву, но не желая потревожить спящее животное, пророк Мухаммад отрезал пол у халата, чтобы не разбудить кошку. Однажды пророк Мухаммад дал кошке напиться воды из сосуда, после чего использовал ту же воду для совершения религиозного омовения. Пророк Мухаммад читал свои проповеди, держа на руках кошку. Пророк Мухаммад научил кошку из любого положения падать на лапы. Кошки, у которых на лбу узор раскладывается в букву М, считаются отмеченными рукой Мухаммада. Это вот такая вот религиозная легенда есть у мусульман. Кстати, вы можете свою легенду придумать по этому поводу, которая возможно лет через 100, 200, а может через несколько тысячелетий тоже будет вполне официальной. Например, в России на лбу у кошек М, потому что столица России город Москва. Ну или любую другую. Можете версии написать в своих комментариях. Ну а далее я вам расскажу научную версию, почему у кошек на лбу имеется буковка М. Конечно же, на самом деле у кошек никакой буквы М на лбу нету, но у них есть у многих своеобразный окрас, который называется таби. Это наиболее естественная расцветка кошачьей шерсти. И несмотря на длительный селекционный процесс работы над новыми породами, она встречается чаще остальных. Более того, все котята с рождения украшены определенными отметинами, которые пропадают в возрасте двух недель у определенных пород. Несмотря на многообразие расцветок и индивидуальность рисунка, все представители кошачьих с типажом таби имеют отличительные особенности, отметины на лбу животного в виде схематической буковки М. Глаза и нос имеют яркую окантовку, благодаря чему выделяются на мордочке, а также присутствует рисунок в виде ожерелья на воротнике. В природе данный окрас служит маскировкой для кошек и помогает нам сливаться с местностью во время охоты. Окрас таби естественно не только у диких кошек, но и их можно увидеть даже у взрослых породистых кошек. Буковка М может быть у сиамских кошек, у русских голубых, у бенгальских кошек, у мейткунов, у берманских, у шартрезов, у сибирских, у персов и у многих других пород. Так что это вполне просто такой вот природный окрас. Вот такая вот история. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok